Субтитры создавал DimaTorzok 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 открытого вокруг исходного кода, а именно, речь шла о модификации исходного кода, а тут речь внезапно пошла о распространении производного продукта, в котором, вообще говоря, модификация исходного кода свободного софта не происходила, только связанная с библиотекой. Помимо того, что здесь наблюдается какая-то некоторая несообразность, есть еще реальное ограничение бизнесу тем людям, которые хотят производить именно библиотеки. Ну, это такие программисты, которые делают какие-нибудь виджет-сеты такие. Они хотят производить имидные библиотеки и надеются, что с ними будут взаимодействовать не только те люди, которые, не только члены свободного сообщества, но и люди, которые хотели бы делать проприетарные программные продукты на базе этих библиотек. Тогда лицензия ГПЛ такому взаимодействию мешает, и для именно этих целей, для ситуации, когда модификация исходного кода не произошло, но тем не менее производный продукт изготовлен, как раз и используется лицензия, называемая LGPL. Йордж Фраут иногда как Library GPL, иногда как Laser GPL. То есть GPL – это гнутая паблик, это как-то общественная лицензия, а LGPL – это менее гнутая общественная лицензия. Ну, как-то так. Внутри которого ровно и это, то, что я вот сейчас объяснял, и прописано. А именно, что если модификации исходного кода в нашей библиотеке не произошло, как правило, это относится к библиотекам, и ваш производный продукт получен в результате позднего связания, скажем, загрузки шарит обжиг в память, вы имеете право, что хотите делать со своим программным продуктом, на него требование капилефта не распространяется. Вот. Распространению библиотек под лицензией GPL, я так понимаю, обязан… LGPL, да, своим успехом обязаны, допустим, Куты. Вот. Боюсь соврать, но кажется так. Я замечаю. Да. При данном времени Куты распространялось чисто по GPL. Чисто по GPL, значит не Куты, значит кто-то еще. Да, вот они перешли на ЛГПЛ, но с другой стороны, это им не помогло, все равно, значит, покупка на Велью, в смысле на Велью, Нокий, Тралтеха и покупка известной кем Нокий сулит нам беды в будущем, мне кажется. Но это не важно. Значит, не Куты. Ну, в общем, вот есть такая клауза, да, чтобы когда вы с этим встречались, встречались, вы не пугались, и LGPL нисколько, не менее свободная лицензия, чем GPL, допустим, BSD, а где-то посередине между ним. Вот. Да. Вот такая поправка к предыдущему… Нет, ну она этого не делает, да, она взаимодействует с библиотекой, это раз. Во-вторых, собственно, ну да, там есть какие-то проблемы, да, я же говорю, эта вещь скользкая. Напрямую, кстати сказать, с ядром не взаимодействует ни одна программа, с заключением Драйвера. Зачем извращаться, если можно сделать прямо так, и никто на вас в суд не подаст? Нет, смотрите, значит, давайте мы вернемся к, как бы, к исходному. Вся эта шушера с лицензированием нужна не для того, чтобы кого-то в чем-то ограничить, да, она нужна для того, чтобы существовать в современном лицензионном правовом пространстве, которое так устроено, что оно все устроено для того, чтобы кого-то ограничить. Соответственно, речь идет не о том, как бы вот, кого бы нам еще прижать, да, а о том, чтобы обеспечить себе нормальное, нормальное, нормальное развитие бизнеса в расчете на свободное распространение и, более того, свободное лицензирование результатов твоего труда. В этом смысле никакой выгоды от того, что мы начнем приставать к людям, вы типа используете Linux, там, на основании каких-то крючков в вашем местном законодательстве немедленно раскрывать свои исходные коды, никакой выгоды для своего бизнеса мы от этого не получим. Скорее наоборот. В общем, еще раз повторяю, да, я надеюсь, что никто в свободном сообществе не намерен делать бизнес на отсуживание каких-то, значит, огромных кушей у людей, которые нарушают ГПЛ. Скорее, наоборот, существует организация, которая пинает людей, нарушающих ГПЛ, просто ради того, чтобы всем остальным было неполадно. Вот. По признанию, кстати, Electronic Frontier Foundation называется, по-моему, да, или GroKlo, в общем, есть такие организации. По признанию юристов этих, вернее, экспертов этих организаций, которые производят аудит того кода, который нарушает ГПЛ, лучше бы его не раскрывали, этот код. Вот. То есть, как правило, это какие-то производители каких-то безумно кривых прошивок, которые, в общем, ну, да, понимаете. Так что и в этом, в основном, в борьбе с такими крысятниками, и пока что сосредоточена эта деятельность. Еще раз повторяю, потому что речь идет не о том, чтобы в судебном порядке обеспечить себе какие-то деньги. Речь идет о том, чтобы обеспечить себе нормальный бизнес на свободном софте. Да? И в данном случае этот бизнес отлично работает, когда там по длинному запускается проприторная программа. Пускай себе запускается, всем хорошо. Вот. Понимаете? То есть, речь идет не о том, чтобы вырвать у кого-то кусок мяса. Наоборот, чтобы предоставить ему возможность это сделать. Вот когда вы рассчитываете на то, что ваш ГПЛ-ный код кто-то модифицирует, и вы хотите его принудить к раскрытию, это другой разговор. Окей. Давайте сменимся. Значит, у нас на сегодня довольно такая наборная, ну, некоторое суммарное количество тем. Правда, я в прошлый раз тоже написал суммарно, и потом выяснилось, что успел только наполовину. Что-то у меня, видимо, с головой уже начиналось. Но попробуем, попробуем, значит, все-таки что-нибудь разумное впеть за сегодня. Как минимум две вещи я бы хотел обсудить, но лучше три. Вещь первая – это еще раз вернуться к разговору о сообществе. Я уж не помню, по какой причине она у меня в голове прочно связана, эта тема, с предыдущей темой, с разговором о лицензировании, но тем не менее, вот почему-то мне кажется, что что-то есть здесь общее. Вот. Во, я что, хотел посмотреть, а не посмотрел. Ну, ладно. Есть такой труд современных социопсихологов, называется «Теория групп». Я хотел посмотреть правильную терминологию, но забыл это сделать, поэтому отсылаю вас к этой книжке, автор Ласберг и Кордонский. Но вот если кому-то слово Ласберг говорит, то поинтересуйтесь, загляните. Но идея стоит в том, что любое сообщество, которое организовано на свободных принципах, то есть самоорганизованное, скажем так, да, обладает примерно одинаковой структурой и более или менее схожим в принципах организации. Структура свободного сообщества устроена примерно так. Есть некоторая центральная часть, называемая «ядро», вот, в применении к программным, так сказать, областям, core team. Оно очень маленькое, в ядре должно быть столько людей, чтобы они могли все между собой договориться, как правило. Хотя иногда и один человек-то не может между собой договориться, но из него, наверное, плохое ядро получится. Вот. И это люди, которые по тем или иным причинам большую часть своего времени вкладывают в развитие проекта, или, если этот проект такой вялотекущий, по крайней мере, больше всех остальных, да, то есть они настолько много вкладывают в развитие проекта, что им видна вся картина в целом, да, они там иногда бывает так, написали большую часть кода, или если не написали, то просмотрели большую часть кода, да, там, глазками, или, ну, в общем, это люди, которые по той или иной причине сильно мотивированы и заинтересованы в развитии проекта. Для простоты будем считать, что они, как бы, большую часть времени тратят на его развитие, потому что там эта мотивация очень сильная. Следующий слой, который, если мне не изменяет памяти, в терминах социопсихологии называется... Нет, совру. Память мне изменяет, не буду говорить. Значит, в нашем случае, в случае отношения к программному продукту, это будет называться сообщество разработчиков. Разработчики отличаются от ядра тем, что они включаются в процесс разработки, ну, они хорошо осведомлены о том, как это устроено, но включаются в процесс разработки тогда, когда им самим лично внезапно припадет такая необходимость. Ну, скажем, разработчики ядра, которые коммитивят ядро, когда встречаются с какой-нибудь очередной кривой железякой или какой-то неработоспособностью, или им придет в голову реализовать какую-то функциональность, которой еще нету, или они нашли ошибку, ее отладили, и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди, которые принимают в общем процессе разработки проекта эпизодическое участие, ну, или, скажем так, иногда довольно-таки перманентные, но не стопроцентные, да, у них есть какая-то другая работа, а также они мотивированы в том, чтобы развивать вот это. И, наконец, третий слой, самый большой, это сообщество пользователей. Здесь я имею в виду не только, не только, и не столько людей, которые просто берут и запускают некоторую программу, а именно людей, которые организуют сообщество, которые заинтересованы в том, чтобы эта программа развивалась. Говоря заинтересованы, я, конечно же, не имею в виду ситуацию, что человек запустил программу, она ему не понравилась, и он теперь сидит, ждет, когда выйдет следующая версия. Которые активно взаимодействуют, соответственно, с работчиками, и, возможно, вот так вот. То есть пользователь... При этом, если отвлечься от программного продукта, то, условно говоря, есть люди, которые занимаются каким-то общим делом, есть люди, которые им помогают, а есть люди, которые с удовольствием участвуют в мероприятиях и вообще во всем, что делают вот эти люди. С удовольствием участвуют, если что-то им не нравится, они об этом говорят, если, наоборот, им что-то нравится, они тоже об этом говорят. Короче, осуществляют ту самую обратную связь. Они при этом совершенно не обязаны быть сильно в теме, они не обязаны разбираться в программировании, но они как бы не на отшибе находятся, они активно взаимодействуют с вот этим всем. Значит, в противовес этому люди, которые находятся где-то на периферии совсем, они как раз в очень плохом положении по отношению к всем остальным, потому что они лишены информационного пространства добровольно. Вот, запустил программу, она мне не понравилась, я ее удалил и жду, когда выйдет новая. Вот. И по всей видимости, у них достаточно низкая мотивация, то есть им нет необходимости эту программу все-таки запускать и ею пользоваться, несмотря на то, что она тебе не понравилась. Вот. И стало быть, ожидать от них какого-то вклада в информационное пространство, а пользователи очень часто пишут методички какие-нибудь, как сделать то, как сделать это, там, как я провел этим летом, ну, всякое такое. Вот. Значит, это как раз люди, как бы, в сообщество не входящие. Успех любого общего дела, не только программного продукта, зависит как раз от того, насколько у сообщества развиты все три слоя, и насколько люди, которые участвуют в этом процессе, ну, как бы, отвечают требованиям. Значит, что касается ядра, то тут, в первую очередь, нужно, как это правильно сказать, ответственность, то есть люди, которые по факту того, что они делают наибольший вклад в общее дело, они же и определяют процесс развития, и, в принципе, кому как не им определяет процесс развития проекта, раз уж они обладают всей полнотой картины и видят, видят, ну, находятся над пейзажем, видят, как бы, куда можно идти, куда нельзя. Да? Значит, требования к членам ядра, это, в первую очередь, ответственность. Вот. Или если человек сидит на код-ревью, да, или там security team, то вот он, понятно, должен ответственно к этому подходить. Требования к разработчикам, в первую очередь, компетентность, то есть ты можешь писать безумное количество какого-то абсолютно неприемлемого никому кода, да, это тебя не сделает разработчик. В общем, ты должен желать грамотно участвовать в процессе, да, даже если это, там, 3 копейки. Но грамотно вложенные 3 копейки иногда существенно ценнее, чем, там, сожженный килограмм рублей. Вот. Ну, а что касается пользователей, то от них требуется главная активность, то есть, не то чтобы гиперактивный пользователь – это благо, вот. Но это главное, скажем так, достоинство пользователя, если ему не все равно, и он не слезит, сложа руки и ждет, когда о нем кто-нибудь позаботится, а сам заботится о своем счастье, сам выходит на людей, которые могут решить его проблему, да, потому что если он это не сделает, за него это не сделает никто. В дорогих проектах есть большое количество так называемых тестеров, хотя, мне кажется, в последнее время их все меньше, вот, которые пытаются, значит, как-то работать с неготовым, неготовым программным продуктом, дабы его оттестировать. Вот. В проектах, которые не могут себе позволить нанять там 100 тысяч тестеров, такую роль выполняют наиболее активные пользователи, которые, значит, по тем или иным причинам скачивают самые свежие, самые альфа-бета-версии программы, ради того, чтобы их потыкать, и там гордо сообщить обо всех найденных ошибках. Вот. Ну, если людям это for fun, то, в общем, ни в коем случае нельзя это запрещать, более того, это надо поощрять, да, если человек тестирует твой программный продукт, потому что ему от этого прикольно, ну, пускай тестируют, это же очень здорово. Вот. Да. Что? Их много пользователей? Как когда? Я уже говорил, что успех всего проекта в целиком зависит именно от того, насколько вот эта наполненность проекта соблюдается. В таких серьезных, успешных проектов, да, соотношение примерно 1 в 10 каждый раз. То есть, условно говоря, 7 человек ядро, человек 70 разработчиков и человек 700 активных пользователей. Вот. Да, в Асфальте примерно то же самое, хотя вот здесь может быть поменьше. Вот. Что, в общем, нам не идет на пользу. Вот. Обычно таких людей много, да, вот активных, которые там вешают баги в багзилу, что-то пишут, кого-то там тыркают, пишут какие-то, пишут какие-то, значит, эти методички, еще что-то делают. Вот. Их очень сложно координировать и очень трудно ждать от них, чтобы они скоординировались сами. И тем не менее, люди такие приносят очень много пользы. Ну вот, значит, еще раз, ответственность, компетентность, активность. Но, для того, чтобы вот это все выросло, необходимы еще условия и необходимо довольно хорошее понимание того, на каких основаниях вообще сообщество самоорганизуется и работает. Значит, условия, напоминаю, это то, как бы, при наличии чего, так и техническая сторона, инструментальная сторона дела, да, что благоприятствует развитию сообщества. В первую очередь, это информационная связность. Информационная связность. Вот эти стрелочки. Связность. Именно поэтому при активном распространении интернета свободный софт, вот там, условно говоря, в последние 10 лет начал выходить из маргинального угла и, так сказать, захватывать очень большие пространства. Просто потому, что повышенная информационная связность позволяет вытащить из вот этого общемирового пространства практически любого потенциального участника сообщества и в той или иной степени он таковым становится. Особенно это важно для пользователей, которые не будут, будут не сидеть сложа ручки, а, так сказать, по-быстренькому гуглить или, что еще лучше не гуглить, а лестнице специализированные ресурсы, где написано, как решать их задачу, вот так, кому обращаться, если задача не решается и так далее, и так далее. Для разработчиков, для того, чтобы проект писали не вот эти семь человек или сколько их там, а вот эти там 70 или сколько их там, главное, это некоторые технологические преимущества, которые им предоставляются. Технологические ресурсы сообщества, технологические ресурсы сообщества. То есть, человеку, который тем или иным способом завязан на вот этот проект, должно быть очевидно, что участвовать в этом проекте по мере возможности активно выгоднее, чем не участвовать в нем. Я, по-моему, приводил пример, когда мы говорили про пакеты, да, технологические ресурсы сообщества, монтейнеров, в данном случае, то есть для дистрибутива вот разработчики, это как бы круг разработчиков соответствует кругу монтейнеров. Вам должно быть проще собрать пакеты, поддерживать его в Сизифе, чем не собирать пакеты каждый раз, значит, пытаться там откуда-то скачивать, что-то перекомпилировать, что-то куда-то прикручивать, ну, в общем, заниматься какой-то ерундой. Вот. Проще, интереснее, неважно. Ваша мотивация должна быть так, ну, то есть в идеальном сообществе мотивация должна быть такова, что войти вот сюда приносит больше бонусов, чем этого не делается. Вот. В первую очередь, для приманки или привлечения, как бы, в сообщество людей используются именно технологические ресурсы. Всякие сборочницы, быстрый способ разработки, там еще чего-нибудь, ну, в разные сообщества по-разному. Если речь идет, повторяю, о программных продуктах, если речь идет о социальных образованиях, таких не имеющих отношения к программам, не знаю, что вот здесь стоит. Ну, что-то стоит, видимо. Наконец, тут что-то третий был. Секунду. Что-то третий был, не могу понять. Ну, ладно. А, все, понятно. Значит, третий является произведением первого на второе. Значит, эти технологические ресурсы должны распространяться не только на каждого разработчика в отдельности, ну, условно говоря, вам предоставляется возможность, там, не знаю, быстро собрать пакет, по-быстрому, значит, собирать там, вот я тут хвастался, что у нас очень короткие спеки для того, чтобы собирать это РПМ и так далее, и так далее. Но и удобный интерфейс для осуществления вот этого взаимодействия. Да? В первую очередь, это относится ко всяким бактрекерам типа Багзилы, к базам знаний по продукту, к ресурсу, который, если это более, ну, поменьше разработка, который может завязать все вместе. Знаете, очень часто бывает разворачиваться какой-нибудь программный продукт, который одновременно и Вики, и Бактрекер, и там такой простейший планировщик, все в одном флаконе, трак какой-нибудь. Да? Вот раз, и вот он начинает работать. То есть... Не начинает. Что? Не начинает. И он не начинает работать. Почему не начинает? Ну, не работает. Как не работает? У вас работает? Ага, сколько для этого надо сделать? Не в курсе. Вот. Это и есть, между прочим, да, вот сколько для этого надо сделать, это есть те ресурсы, которые сообщество вкладывает в развитие... Как бы это сказал? Это вот инструментальные... А, вот мы их сейчас поделим. Инструментальные и информационные. Вот. Похожие. Ну, не важно. Одно можно принять за другое моим почерком. Да. Значит, это тоже довольно важно. Достаточно посмотреть на любой успешный продукт, как у него оформлено сбор обратной связи, осмысленной обратной связи, при... как от пользователей, так и от разработчиков. Да. Как правило, там есть сразу несколько интерфейсов, есть специализированные форумы, есть пользовательское информационное пространство, какое-нибудь вики. Ну, короче, вот все, что связано с информационной поддержкой, не так, с технологической поддержкой информационного пространства, должно быть достаточно хорошо развито, и это тоже привлечет людей в сообщество. Вот. Теперь относительно принципов, которые заложены внутрь свободного сообщества и позволяют ему, так сказать, эффективно существовать, самоорганизовываться. Самый главный принцип, который всюду как бы декларируется, он не самый главный, он такой самый первый, да, исторический, это свобода входа и выхода. входа-выхода. То есть, вы приходите в сообщество, начинаете что-то делать на благо там какого-то общего дела, вам говорят спасибо, мужик. Вы говорите все, я устал, как это, вот, я ухожу, вот, вам говорят спасибо, мужик, ты очень здорово поработал, нам, в общем, мы испытываем печаль от того, что ты уходишь. ну, мы здорово с тобой поработали, да, вот, никаких ограничений на, собственно, вход и выход в сообщество, там, клятва на крови, да, там, специальная татуировка на определенном месте тела или чего-нибудь такого, там, не знаю, что угодно, любое ограничение на вход или на выход или в сообщество приводит к тому, что сообщество уменьшается. Понятно, да? Соответственно, просто человек подумает десять раз, делать татуировку на этом месте тела или не делать. Ну, или там что-нибудь еще, да? Если, допустим, среди разработчиков принято грязно охаивать человека, который там, вот, прекращает свои дела, потому что занялся другой работой, то, в общем, туда просто не будут вступать. Так, человек почитает переписку, да, и поймет, что вот, ну, что, какой смысл срамиться. Свобода входа, свобода выхода. Это очень важно. Из этого следует еще более важный принцип, вернее, он следует не из этого, он следует из самого процесса самоорганизации, но он очень важен для свободных сообществ. Это принцип динамической иерархии. Динамической иерархии. Что это значит? Это значит, что участник сообщества занимает тем более высокое положение, чем больше вклад сообщества он вносит. Точка. Не потому, что его кто-то назначил, не потому, что у него борода длиннее и в ней больше седых волос, не потому, что он самый умный, не потому, что он самый умный, потому, что он вносит наиболее эффективный вклад в общее дело. Чем более эффективный вклад общий человек вносит, тем больше ступень в ранге взаимоотношений он имеет, тем больше к нему прислушиваются, тем больше у него спрашивают совета, тем больше влияние имеет его мнение и так далее. При этом понятно, что это связано и с тем, насколько у человека высокая мотивация участвовать в сообществе. Вот человеку очень хочется, если ему очень хочется, он и научится, и с людьми научится общаться, и повысит свою квалификацию, и вообще говоря, достигнет того уровня, когда он будет пригозен для достаточно высокой ступени, потому что его вклад в сообщество будет велик и эффектив. Или если человеку не очень хочется, то будь он даже семи пядей во лбу, его будут заглазно уважать, то есть считать, что ему такой-то, такой-то, голова, череп. Вот. Но в силу того, что его вклад в сообщество невелик, он не будет иметь какого-то такого определенного влияния. При том, что вот бытует мнение, что свободные сообщества обладают сетевой иерархией. Это неправда. Как правило, иерархия пирамидальная. То есть есть люди, которые как бы более или менее главные, потому что они наиболее активно участвуют в процессе. Есть люди, которые вот там все меньше, все больше и больше находятся в периферии. Скажем так, она не перимедальная, она вот такая вот именно, что ядерная, эта самая иерархия. Но перемещения вот туда-сюда, они абсолютно свободны в силу первого и второго принципа. Из этого, кстати, есть одно забавное следствие того, что многие свободные сообщества управляются диктаторами. Вот. То, что называется веневалент диктатор for life, да, так, по-моему, пишется. Добровольный по жизни диктатор. Вот. Мы такие сообщества знаем. Например, ядро линукс, или, например, питон, или, например, этот самый, слакварь какая-нибудь с Патриком во главе. The Man, у него кличка The Man. Вот. Их довольно много. Ну, просто человек сам все придумал. Он, как бы, идеально соответствует требованиям к ядру и, соответственно, является ядерно-образующим элементом, да, в том числе и по количеству вкладываемой энергии. Вот. Вот, да, и никакого смысла, никакого резону его как-то перемещать по этой иерархии, согласно вот этому принципу деменческой иерархии, просто нет. И он там вот по жизни диктатор, потому что он больше всех вносит, дальше всех видит, и отлично принимает решения, а другие могут этого и не делать. Вот. Берет на себя, как бы, такие функции. Обращаю ваше внимание, что, конечно же, речь идет только об сфере взаимодействия в плане вот этого общего дела, да. Человек может быть при этом, как бы, ужасный характер, вот, вот, этот самый Тео, Тео де Рад. Жуткий товарищ. Это его. Что? А? А райзерник его, собственно, не отцу, не образовывал. Да, райзерник, вот, райзер как раз маргинал, да, у него как раз не получилось это сделать. Вот в том-то и дело, да. А Тео, в общем, ну, тяжелый человек, он реально может оскорбить человека в переписке. Но, тем не менее, да, он отлично стоит во главе, что там, OpenBSD, вот. И, надо сказать, его идеологические набросы весьма и весьма эффективны. Вот. То есть, ну, помимо того, что он профессионал, да, но по жизни он, в общем, человек тяжелый. Но, тем не менее, да, вот, он вполне себе, так сказать, там, вот, входит в ядро, потому что его вклад в сообщество, его вклад в общее дело, в великой продуктиве. Вот такие дела. А что-то еще есть третье? Я в прошлый раз забыл это третье. А, довольно важный принцип, который называется произвольность мотивации. Произвольность мотивации. В чем идея? Совершенно не важно, за каким чертом ты полез участвовать в этом общем деле. Да? Зачем ты полез программировать, там, программный продукт? Может, ты хочешь стать лучшим программистом, чемпионом по программированию. Может, ты хочешь занять, в конце концов, стать руководителем этого проекта, чтобы, значит, вот, повернуть его в нужную тебе сторону, и для этого ты как можно больше туда вкладываешь. Может, тебе просто весело писать программы, тебе весело видеть, как твой код внезапно начинает работать. Может, тебе за это платят деньги, потому что вот ты туда, ну, короче, платят тебе за это. Не важно, вернее, не так, очень, конечно, важно, какова именно твоя мотивация, чтобы тебе ее не попортить, да, предоставить тебе возможность работать и дальше. Но никакой фильтрации на эту тему тоже не происходит. В свободном сообществе, как правило, не так уж велик процент людей, которые реально полезли в это дело исключительно из-за денег. Вот. В основном там, так сказать, ну, кстати, не в основном, но очень часто народ работает, то, что называется, just for fun. Да? Вот. Вспоминаем книжку, которую Линус написал, которая так и называется, just for fun. Очень часто люди вынуждены, как бы, то есть работают, вот, занимаются этим процессом ради того, чтобы повысить свой собственный скилл, да, чтобы уметь, иметь, как бы, больше опыта, изучать то, изучать это, и при этом еще приносить кому-то пользу. Иногда, кстати, и такое бывает, да, вот, есть такие люди по натуре любят приносить пользу обществу. Вот это вот реальное принесение пользы обществу. Между прочим, в сообществах, не связанных с программированием, эта мотивация еще выше, да, та, которая связана с социальной деятельностью, какие-нибудь рулевики, для чего они это делают? Они это делают just for fun, вот, а те, которые пилят, строгают, кормят, шьют, там, не знаю, разведывают эти самые поля, они еще чувствуют, что они при этом, значит, вот, позволяют вот этому всему народу иметь этот самый свой фан, вот. Так что это очень, очень большой, большой уровень тоже мотивации. Короче говоря, мотивация может быть какая угодно. Если это приводит к тому, что ты участвуешь, приносишь пользу общему делу, очень здорово. Вот. Надо сказать, что в 90, в 2000, как в том-то таком, примерно, в шестом году, я даже посвятил целую лекцию сравнению свободного сообщества с сообществом корпоративным. Если это можно назвать сообществом, с корпоративной структурой, скажем так. И более того, находясь в раздумчивом положении ума, я обнаружил немалые параллели между корпоративной этикой конфуцианством и, соответственно, вот, как бы это сказать, этикой свободного сообщества и конфуцианством. Привожу пример. Я просто зачитываю, поскольку я вот распечатал страничку. Значит, давайте для начала совсем красненько вспомним, как устроена структура, ну, скажем, социальных отношений, не скажу сообщества, да, потому что это именно социальная иерархия, в корпоративной структуре. Да. Есть, как бы, хедкватер, который управляет всем, да. Они принимают решения, которые, вообще говоря, в их ведении, которые, как правило, ни с кем не обсуждают, потому что им виднее, у них там есть бизнес. У них есть целая куча отделов, которые друг с другом практически не общаются, потому что каждый решает свою подзадачу. Там есть бизнес-аналитика, есть то и все. В частности, есть программисты, которые кодируют, что им сказали. Более того, если они кодируют не то, что им сказали, они, как бы, нарушают основной закон, им платят за то, чтобы они кодировали то, что им сказали. И вообще, это основная, как бы, основной рычаг управления в корпоративных сообществах, это, как бы, делать то, за что получаешь деньги, и тебе скажут, как бы, и будь этим доволен. Все современные идеи про то, как переорганизовать бизнес, как раз устроены на том, чтобы хоть какую-то другую мотивацию внести, внедрить корпоративный дух. Выглядит это ужасно. Видели, как на корпоративных праздниках внедрится корпоративный дух? Это просто смерть на взлете. Я бы не смог. Я один раз отдыхал просто в доме отдыха, а рядом устроили корпоративный праздник. Вы бы посмотрели на эти унылые лица. Они стремились как можно больше все съесть, а некоторые выпить. Лишь бы, значит, ну ладно, бог бы с ним. Значит, давайте я лучше прочту о конфуцианстве, а вы попробуйте это приложить к любой корпоративной схеме. Основным принципом конфуцианской этики является понятие «жень». Ну, это в таком вольном приводе с китайского гуманность, ну в данном случае такое, как бы, соответствие идеалу человека, идеалу служащего. Понятие «жень» как высший закон взаимоотношения людей в обществе и в семье. То есть они пытаются конфуцианцию, пытаются регулировать и общество, и семью. «Жень» достигается путем нравственного самосовершенствования на основе соблюдения «ли», то бишь, этикета. Чем тоньше и тщательно ты соблюдаешь тот этикет, который, вообще говоря, преддан, тем более совершенным человеком ты являешься. Нормы поведения, которые базируются на главный пункт соблюдения этого самого «ли», это так называемая «сяо» – почтительность. У тебя есть люди, которые выше тебя, по отношению к ним ты должен проявлять почтительность. Есть люди, которые ниже тебя. Твой долг сделать так, чтобы по отношению к тебе они проявляли почтительность. Уважение к старшим – это если речь идет о возрасте. Уважение к старшим по положению – это если речь идет о начальнике. Почитание родителей, преданности государю. В общем, целая куча разных пирамид подчиненности, собственно, совокупность которой является моделью конфуцианского общества. Согласно конфуцианству, постичь жень, то есть выйти на самый верх, может быть, лишь немногие, не всем это дано. Только избранные могут достичь стадии просвещенного мужа, нет, благородного мужа. А простолюдины, они, там прямо есть такой термин «сяо» – жень, то есть люди, которые должны проявлять почтительность, мелкие людишки. Они не в состоянии достичь этого самовыражения, должны прозябать в той ячейке, в которой их поставила иерархия. Мне кажется, что это довольно хорошо описывает любую жесткую структуру корпоративную, где взаимоотношения между людьми строятся на двух началах. Первое – это может ли он тобой командовать, и в соответствии с этим ты выбираешь линию поведения, или можешь ли ты им командовать. И второе – соблюдаешь ли ты те правила, которые тебе спустили, или не соблюдаешь. Соответственно, весьма и весьма забавно, незабавно, а, скажем, поучительно выглядят понятия о справедливом, несправедливом, правом, неправом с точки зрения кофункционской или корпоративной морали. Но мы с вами прекрасно знаем, что подсидеть товарища с тем, чтобы занять более высокое положение – это бизнес. Это не западло. Ну, вот товарищ там где-то что-то сделал, ты настучал начальнику, и тебя повысили за это. Это бизнес. Ничего личного. С точки зрения нормального человека выглядит это немножко странно. Но мы забываем о том, что речь идет именно о реализации корпоративных взаимоотношений, где вот понятие достижения. Ты потому просвещенный муж, что достиг более верхнего положения. Не наоборот. Да? Вот ты самим фактом занятия более высокого положения доказываешь тот факт, что ты еще более совершенный человек. Совершенный элемент вот этого корпоративного общества. Ну вот. Я дальше распространяться не буду, тут еще много всего интересного. Вот. Давайте мы попробуем теперь посмотреть, что же творится в свободном сообществе. В свободном сообществе есть два главных, три главных принципа, вот они, которые, собственно, нарушают и не позволяют реализоваться вот той иерархии, о которой я сейчас говорил, такой в консуциатском стиле. Но обратите внимание, что является как бы доминантой относительно кого формулируются вот эти все три пункта, все эти три принципа. Они формулируются относительно каждого конкретного человека. не, даже не общего дела. Да? Вот лично ты имеешь право свободного входа и выхода. Лично ты, ну тут вот, вот этот, пожалуй, относится к общему делу. Да? Лично ты, как бы, можешь быть сколь угодно великим, если твои труды двигают процесс вперед. Вот. И опять-таки лично ты имеешь право хотеть чего хочешь. Это твое личное дело, да? Главное, чтобы у тебя что-то было. Главное движуха, чтобы она была. Никаких требований, ну и понятно, мы сделаем друг другу удобно, да? Тут есть еще один принцип, который я не упомянул в лекциях 2007 года. Это принцип, то, что называется, кооперативной стратегией. Когда становится людям очевидно, что работают друг на друга, они свои личные дела уладят быстрее, чем когда каждый пытается урвать, давайте это впишу, кооперативная стратегия. Кооперативная стратегия. Это не так давно появился, появившийся термин. Его кажется, кажется, Барак Усейнович Обама озвучил в свое время. Когда говорил про игры с положительным результатом. Помните, у него была лекция в Решке, по-моему. Что такое кооперативная стратегия, знает любой автомобилист, ездящий по Москве. Это ситуация поведения, когда ресурсов не хватает на всех. Варианта два. Либо ты пытаешься урвать как можно больше ресурсов в себе, зная, что их на всех не хватит, и если ты будешь в кругу у друзей щелкать клювом, то останешься без дороги и без пути. Либо ты будешь следовать таким правилам, которые позволяют тебе и всем остальным равномерно пользоваться имеющимся набором ресурсов, проездных, скажем, чтобы смог добраться до места не только ты, но и все окружающие. К чему приводит индивидуальная стратегия? Она приводит к езде елочкой. Знаете, что такое езда елочкой? На перекрестке машина становится вот так и начинает бибикать. Почему? Каждая из них стремится первым проехать, урвать свой кусок ресурса. На удивление, кооперативная стратегия приводит к тому, как это, допустим, делается в какой-нибудь Центральной Европе. Там известно, что в Берлине пробка – это когда все машины едут со скоростью 20 км в час. Все едут и едут. По крайней мере, есть такая легенда. Тут меня смотрят люди, бывшие в Берлине. Я уж не знаю, за счет чего это немцы делают. Может быть, за счет дисциплинированности исключительно. Не могу сказать. Но действие в том, что современное общество вообще наталкивает людей на то, что работая на всех, ты в первую очередь работаешь на себя, потому что результат тебе больше достанется, чем если бы ты пытался делать исключительно все самое. в эту же сторону гнут всевозможные свободные лицензии. Понимаете, да? Удобнее работать вместе, чем работать в одиночку. Но это к слову. Да, давайте попробуем, ну раз уж я заговорил о конфуцианстве, не дурно бы еще и про кантовскую этику вспомнить. У Канта же, собственно, есть только... Он очень простой принцип. То, что называется категорический императив. Да, у него есть две формулировки. Формулировка как бы положительная, определяющая. Формулировка отрицательная, фильтрующая. Положительная формулировка дословная. Такая, поступай только согласно такой максиме, руководствуясь к которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. То есть, внимание. Да, давайте попробуем перевести это с перевода известного философа на русский язык. Твои действия должны быть продиктованы такими правилами, какие ты хотел бы применить вообще ко всему окружающему, ко всему общему делу. Если ты мазохист, например. Еще раз. Не с тобой. Со всем сообществом. Да? идея состоит в следующем. Что то правило, которым ты пользуешься, вот то, что вы предложили, это так называемый золотой... Как это? Господи. Закон на расходе. Вот, который ты поступай так же, как хочешь, поступали с тобой, это какое-то античное еще норма, золотой чего-то там, золотой правило нравственности, конечно, так называется, не помню. Нет. Речь идет именно о том, что тот закон, которым ты руководствуешься для личных действий, должен быть таким, чтобы, по твоему мнению, он должен быть эффективен и для общественных действий, для всех. Так, твоя максима должна совпадать со всеобщей максимой. Это первое. Это определяющее правило. Согласитесь, вот кооперативная стратегия и работа на сообщество, она очень хорошо на это похожа. И вторая максима, фильтрующая, которая звучит без перевода так, поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Еще раз. Целью твоих поступков должен быть человек, а не достижение какого-то результата посредством человека. Человек не средство, а цель. Когда мы работаем в сообществе, мы говорим, мы, конечно, хотим создать прекрасный программный продукт. Это наша общая цель. Наше общее дело состоит в том, чтобы создать программный продукт. Но когда мы работаем вместе, мы предусматриваем уволства для человека, различные, наша цель сделать так, чтобы было удобнее сосуществовать вместе. Когда мы говорим о принципах формулирования сообщества, мы говорим о том, что цель обеспечить свободу человеку, обеспечить возможность реализации его потенциала человеку. Понимаете, да? То есть, на мой взгляд, непросвещенный, кантианская этика очень подходит к формировке того, как существует свободное сообщество. Опять-таки, повторяю, не только программистские, а достаточно любые. Вот такие дела. Зачем все это рассказал? Мне было интересно. Мне было интересно, изменилось ли мое время за годы работы в Altlinux. Не изменилось. Что странно. Ну, окей. Значит, между тем, тут было несколько очень важных вещей, да, вот те, которые, собственно, написаны. Вот. Время у нас еще есть. Полчасика. Отлично. И теперь мы можем перейти к следующей теме, которая звучит так. Дистрибутив как повод для организации свободного сообщества, ну, или как метапрограммное обеспечение, да. Я намеренно, когда рисовал вот эту картинку, упоминал то дистрибутив в качестве такого сообщества, образующего начала, то какой-нибудь программный продукт, а иногда говорил даже о всяких непрограммных сообществах. Теперь давайте поговорим о том, какова специфика именно дистрибутива. Мы же с вами, возвращаясь к исходному теме, мы с вами говорим о том, как пользоваться Linux, да. Так вот, какова специфика дистрибутива, как повода для организации свободного сообщества. Так, где-то у меня было на бумажке. Это я все сказал, это я все сказал. Это я тоже сказал. А вот она. Первое. Если мы сейчас попробуем поступить в таком старом, ну, скажем так, конца прошлого тысячелетия, в стиле работы со свободным ПО. Кстати сказать, так еще продолжают работать некоторые люди, отдельные, индивидуумы. А именно, возьмем все нужные для нас, весь нужный для нас исходный код программных продуктов и начнем его компилировать. Долго, и ничего у нас не получится. Почему так? Потому что, условно говоря, 15 лет назад, да, можно было взять и долго, потому что компьютеры были медленные, скомпилировать все программы, которые есть, но любой член сообщества, скажем так, середины, начало или середины 90-х годов, особенно там, вот, 80-е, 90-е, еще чуть-чуть пораньше, он был настолько провернут в знании всех современных ему компьютерных технологий, что мог понять от начала до конца практически любую часть, если вдруг чего-то переставало собираться или компилироваться, да, и если он сразу не мог понять, то мог почитать какую-то документацию, документацию и после этого понять. То есть, 80-е годы, это были годы такого хакер-дома, хакерства такого, когда один хакер мог всю, собрать операционную систему, разобрать операционную систему, написать операционную систему, да. Вот, заметим, что Linux уже не писал с операционной системы, да. Linux написал только ядро, вот, потому что он был не хакер, но это не важно, да. Ну, в том смысле, ну, в большом смысле, как бы, не был он хакером и не является. С тех пор, что изменилось? Изменились сразу три вещи. Первое. Сами инструменты программистские стали гораздо более сложными. Об этом мы будем говорить, там, условно говоря, в следующей осенью. Вот. Сейчас недостаточно знать язык программирования C, чтобы написать операционную систему. Надо знать много разных языков программирования, много разных инструментов с этим связанных и много разных инструментов, связанных с теми инструментами, про которые я только что сказал. Сейчас дойду до этого. Значит, первое. Сами инструменты усложнились. Второе. Дико возрос объем кода. Просто вот на порядке. Да? Исходный код, который есть сейчас, его невозможно не то, чтобы прочитать. Назвать вслух все проекты нельзя, да, успеть. Вон у нас в Сизифе больше 10 тысяч пакетов. У вас горло отсохнет, прежде чем вы все назовете. Какую прочитать? Вы о чем? Вот. Третье. Очень сильно возрос человеческий ресурс, то есть появилось достаточно много людей, готовых принять участие в общем процессе. При этом, понятное дело, что в среднем качество подготовки этих людей, естественно, упало, да, потому что на самом деле IT-профессионалов, которые знают все, сейчас вообще единицы, если такие вообще существуют, потому что это все увеличилось на несколько порядков. Поэтому, собственно, и возникла идея дистрибутива как сборника программных продуктов, да. С чем мы имеем дело? Большое количество исходников. Ну, исходников. Исходников. Реально большое. Второе. Представим себе, что мы каким-то невообразимым путем справились, и у нас все компилируется. А потом возникает ошибка. У нас есть два пути. Просто выбросить вот это место, где возникла ошибка. Или, наоборот, его не выбрасывать. Но если это у нас один большой исходник такой, мы все свалили в один большой исходник. Понятное дело, что выбрасывание какого-то куска, который не компилируется, это, ну, как бы взять, выбросить кусочек из программы и надеяться, что он будет продолжать работать. Соответственно, нужен какой-то компонентный подход. Эти компоненты, по сути, свои неравноценны. Вот только тогда, когда мы обеспечим компонентный подход, мы можем брать, включать и не включать данную компоненту в общий сборник. Неравномерный, неравноценность компонент. Компонент. ТОВ. Компонент какого рода? ТОВ. Мужского. Что из этого следует? Уже на этом уровне создание дистрибутива по сравнению, скажем, с написанием программного продукта начинает обладать своей спецификой. Мы явно не можем уследить за всем исходным кодом. Это означает, что, вообще говоря, написанием этого исходного кода вот тех программных продуктов, которые мы в свой сборник включаем, будут заниматься вообще не члены сообщества, ну или, по крайней мере, по большей части не члены сообщества, а какие-то другие люди, именуемые словом Абстрим. Внешний Абстрим. Напишем так. Абстрим. Хотя это тавтология, это масло масляное. Такой внешний-внешний исходник, да? Абстрим. Слово Абстрим, на самом деле, я понял. Слово Абстрим, сейчас, давайте я по-другому сформулирую. Короче говоря, возникает понятие Абстрим. Абстрим – это разработчик программного продукта, вообще говоря, никак не связанного с нашим дистрибутивом. Но, который, я имею в виду, программный продукт, мы хотели бы включить свой дистрибутив. Именно по причине того, что мы работаем с огромным количеством исходного кода, который, вообще говоря, контролировать мы не можем и не хотим, мы должны переложить, собственно, ответственность за создание программного продукта на того, кто его создает. Не мучиться, не поступать, как делали 25 лет назад или 15 лет назад. Не пытаться все собрать самому. В смысле, программировать все, все написать самим. Появляется понятие Абстрим. Что такое Абстрим? Это разработчик программного продукта, который для каких-то своих целей, вокруг которого есть свое свободное сообщество, он что-то делает, у него есть какие-то цели, он, возможно, даже знает о существовании каких-то дистрибутивов Линукса, потому что, если он не знает о существовании дистрибутивов Линукса, то, скорее всего, он не разрабатывает программные продукты. Или разрабатывает их уже последние 50 лет. Даже те, кто разрабатывает их последние 50 лет, как правило, знают про дистрибутив Линукса, потому что это большие ученые. Короче говоря, который нам ничем не обязан, помимо того, что мы можем взять и как пользователи или легкие разработчики сообщить ему об ошибке, поправить в нем какие-то очевидные несообразности, ответить ему, то есть вступить в его сообщество на правах такого неактивного участника. Абстрим. То есть по отношению к нашему внешний источник исходников. Внешний источник исходников. Вот это и есть слово абстрим, переведенное на русский язык. В случае, когда мы работаем с программным продуктом в рамках сообщества, именно с программным продуктом дистрибутивом, такого ситуации нет или почти нет. Мы можем, конечно же, и мы пользуемся какими-то внешними библиотеками, для работы с упаковкой, каким-нибудь злибом, еще чем-нибудь, но основную массу кода все-таки мы делаем сами, сообществом. В случае, когда речь идет о дистрибутивах, все наоборот. Основной источник исходного кода внешний это тот самый абстрим. абстрим. Еще одна довольно такая специфическая задача, когда речь идет о именно дистрибутивостроении. это довольно объемная работа по координации. Вот если мы пишем один программный продукт какой-то, то работа с сообществом заключается в том, чтобы предоставить ему хорошую, вреди, не так, работа сообщества самим с собой заключается в том, чтобы сформировать внутри сообщества достаточно приличную документацию, в том числе и программную, то есть как работать, обеспечить интерфейс для разработчиков такой, чтобы они могли комфортно участвовать в общей разработке и, стало быть, были мотивированы это делать и обеспечить интерфейс для взаимодействия с пользователями. Когда речь идет о построении дистрибутива, возникают всевозможные и довольно развесистые вопросы координации совместной работы и дисциплины использования ресурсов сообщества, дисциплины оформления пакетов, про которые мы уже говорили, вообще вопросы дисциплины или полиси. Большая работа по координации. Большой объем работ по координации. Большая или большая, напишем так, если мы сравниваем дистрибутивы строительства как свободное сообщество с там работа над программным продуктом. работа по координации. По координации. Напишу всколько слов полиси как следствие. Вот наиболее технологически, скажем так, со всех сторон технологически состоятельный дистрибутив на сегодня Debian GnuLinux имеет самый жесткий полиси именно на разработчиков, которые вообще можно себе вообразить среди всех дистрибутивов. Ну, привыкаю не использовать квантерообщенности. Весьма жесткая полиси, по сравнению с другими базовыми дистрибутивами существенно более жесткая. Возможно, есть какие-то более мелкие дистрибутивы с еще более жестким полиси. Я не знаю. Что такое полиси? Это правила, которыми должны руководствоваться участники сообщества, дабы их труд был признан качественным и компетентным. Что делают именно участники сообщества? Сейчас я об этом расскажу, но я думаю, вы понимаете. Вот те самые майн-трейнеры это и есть основной набор. майн-трейнеры еще одна довольно забавная штука, что здесь не видно, но я скажу вслух, что дистрибутив в отличие от собственно программного продукта в классическом понимании, это конструктор. Дистрибутивостроение в какой-то момент начинает напоминать такое вот джонглирование кубиками. Вот мы положим такие-такие-такие программные продукты, прибьем в них местами гвоздиками какие-то настройки, после чего они будут работать так-то и так-то, и в таких-то случаях будут решать задачи прямо из коробки. А еще мы туда положим то-то, то есть разговор переходит от разговора о программировании на разговор о таком вот конструировании решений. Как это сформулировать? У меня здесь написано ну это неправильно, больше изначальная гибкость. Хорошо, напишу так. Работа над конструктором. конструктором, ну там, решений типовых задач. Это не означает, что в других таких нельзя себе придумать программное обеспечение, чья задача конструирует решение задачи. Но дистрибутив это всегда как раз и есть такой конструктор для решения задачи. Это накладывает довольно специфические требования на участников ядра в первую очередь, на тех людей, которые будут потом вот этим все, вот это все планировать. Они не программисты или по крайней мере далеко не только программисты. Вот. Если все это просуммировать, то мы получим довольно специфическое, скажем так, не вполне равное такому типичному свободному сообществу вокруг какого-нибудь программного продукта сообщества дистрибутива, вокруг дистрибутива. Что мы при этом будем иметь? В роли ядра, в роли core team, как правило, выступают люди, как полагается, выступают люди достаточно мотивированные, чтобы заниматься этим достаточно много. дистрибутива. Это люди с достаточно широким знанием в области администрирования. И вообще, надо сказать, что пользователь дистрибутива очень часто, в большей степени, пользователь дистрибутива, а не конкретного программного продукта, это именно администратор. Я к этому еще вернусь. Вот. Community Leading, то есть люди, которые умеют или природно умеют или учились этому работать с сообществом. Это довольно важно именно в ситуации, когда мы работаем с дистрибутивами. Вот. И люди, которые занимаются постановкой, решением производственных задач. Да. То, что называется внедренцем. Вот. Представители такого рода профессий должны быть обязательно в core team, чтобы вообще какой-то таргетинг дистрибутива делать. Вот. Либо, нет, не только, есть еще другой вариант, да, когда у нас есть некий способ, иной, неравный дистрибутиву способ монетизации, то есть мы зарабатываем не на, или так скажем, наше общее дело не создание дистрибутива, а создание дистрибутива как подложки для там, чего-то там. Да, для Ubuntu. Не знаю для чего. То, что называется кастомный дистрибутив. Да, вот мы берем и выпускаем дистрибутив для того, чтобы решать конкретную задачу. Тогда понятно, что в team должны быть люди, которые умеют решать эту конкретную задачу. Вот. Тем не менее, требование ответственности никуда не девается, да, и главное, главное требование к дистрибутивостроителям, чтобы они хорошо видели, вот куда все идет, причем не только с точки зрения дистрибутива как продукта, но и с точки зрения жизни сообщества как сообщества, чтобы сообщество продолжало существовать и тогда, значит, ему будет сообщество будет удобно помогать самому себе выпускать эти самые дистрибутивы. Разработчики. Это, пожалуй, самая понятная и самая специфичная часть. Значит, как мы понимаем, основная часть разработки происходит извне. в AppStream в роли разработчика такого активного участника процесса выступает то, что называется мантейнер. Особая роль, о которой мы будем говорить, я думаю, через пару семестров, если доживем, если я доживу, я буду говорить. мантейнер. значит, в обязанности которого входит как раз работа с AppStream, адаптация этих исходных текстов сообразно полисе к требованию сообщества. Соответственно, мантейнер, он как бы является членом двух сообществ сразу. Ну, идеальный мантейнер, конечно. Он, с одной стороны, разумеется, член сообщества разработчиков дистрибутива, потому что он занимается приспособлением некоего программного продукта к требованиям дистрибутива, ну, точнее, к требованиям хранилища сообщества. А, с другой стороны, он член сообщества разработчиков того самого программного продукта, о котором идет речь, хотя бывает весьма поверхностный. Ну, типа, запустил крибли-крабли-бумс, да, конфигури-мейк-мейк-инсталл, оно, оказывается, собирается, но он тогда дернул ручку, сделал из этого пакет и пошло-поехало. Вот. Это не очень хороший мантейнер, но, к сожалению, современные веяния таковы, что все чаще и чаще приходится делать именно так, да. То есть, есть понятие сборщик пакета, есть совершенно другое понятие тестер и пользователь пакета, но об этом мы говорить сейчас не будем. Это, так сказать, вот совсем современные тенденции, которые непонятно во что выльются. Тем не менее, это все равно так, да. Человек, который вносит какие-то исправления в программный продукт, он уже является как бы со-разработчиком этого программного продукта в силу свободности его лицензирования. Вот. И во всех, я думаю, что во всех нормальных дистрибутивах Linux доступ к исходникам всегда открыт. Да, вы всегда можете посмотреть, какие именно патчи внес тот или иной мантейнер в пакет, чтобы он, в программный продукт, чтобы он стал пакет. Вот. Итак, обязанности мантейнера заключаются в том, чтобы взаимодействовать с AppStream, производить адаптацию исходного кода к требованиям Community и, внимание, взаимодействовать с пользователями. Пользователь почти никогда, пользователь дистрибутива Linux, не жалуется на неработоспособность программного продукта автору программного продукта. он всегда обращается к мантейнеру. Почему? Первое. Предполагается, что мантейнер достаточно мотивирован, чтобы и самому увидеть, что эта ошибка нехороша и попытаться как-то ее исправить. Второе. Мантейнер по роду деятельности так или иначе тем или иным способом, но входит в сообщество, связанное с этим программным продуктом. Ему там сподручнее что-то такое сделать. Третье. Неравен час это ошибка мантейнера. Те патчи, которые он наложил, приводят к неработоспособности программного продукта. Такое тоже бывает. То есть со всех точек... Четвертое. Мантейнер будет разговаривать с обстрим на языке разработчиков, что вообще говоря, обстриму сильно упростит жизнь. Вспоминаем корпоративную стратегию. Да? Кооперативную. Всякий раз оговариваюсь. Да. То есть пользователь ну как-то там бла-бла как-то рассказывает, дает понять мантейнеру, что произошла ошибка. Вот. Мантейнер эту ошибку воспроизводит, понимает, что она произошла, пытается решить, поправит ли он ее сам или пожалуется в обстрим и жалуется в обстрим. Вот. Тем самым обстрим получает выгоду. А. У него прибавляется тестеров в лице целого сообщества, целого дистрибутива. Б. Он получает более-менее грамотное сообщение об ошибке, потому что его оформил человек, который вообще занимается сборкой программных продуктов. Это просто удобнее всем. Вот. Ну, я вот по роду своего мантейнерства довольно часто этим занимался. Вот. Я скажу, что далеко не всегда обстрим отвечает на сообщения об ошибках. Ну, вернее, не так. Ну, обстрим обстриму рознь, да? Человек написал какую-то игрушку. Он ее уже четыре года не разрабатывает. Ну, нашел я в ней ошибку, написал ему письмо. Дальше-то что? Вот. Ну, это если игрушка. А если это живой и, как бы, разрабатываемый программный продукт, мне только спасибо скажут. Вот. Такое очень часто было. Да. Ну, вот. Значит, мантейнер. Обратите внимание, что требования к мантейнеру как к разработчику довольно специфические. Он должен быть не только программистом, и даже не столько программистом, сколько довольно-таки поверхностным знатоком достаточно большого набора инструментов сборки и работа с исходным кодом, потому что ему этот исходный код собирать. Вот. Он должен быть достаточно социализированным товарищем, чтобы работать с пользователями и с обстримом, разговаривать. Да? Вот. Ну, вот. Это и есть, как бы, специфика. Теперь касаемо пользователей. Что такое пользователь дистрибутива? То есть, тот человек, который будет активно взаимодействовать с дистрибутивостроителями. В первую очередь, это человек, который понимает, что такое дистрибутив, потому что пользователь может быть сколько угодно активен, но если он совсем компьютерно боязлив и не вполне грамотен, то ему, конечно, в голову не придет, что надо вот там жаловаться в багзилу какого-то конкретного непонятного какого-то там сообщества. Вот. Второе. Скорее всего, активное взаимодействие с сообществом разработчиков дистрибутива будет у человека, который по роду деятельности пользуется разными деталями этого дистрибутива. Пользователь Firefox, Firefox и OpenOffice, он, конечно, если ему рассказать, как писать в багзилу конкретного дистрибутива, с которым он работает, напишет про багу Firefox и OpenOffice. Вот. Но наиболее активное участие в сообществе принимают люди, которые пользуются всем сразу. Это либо люди, которые just for fun, компьютерно-ориентированные, для них установить Linux и им пользоваться, это само по себе занятие, цель установки и использования Linux. Состоит в его установке и использовании. Ничего худого в этом нету. Повторяю, принцип, я его стер, произвольности мотивации говорит нам о том, что если человек нравится это делать, пускай делает. Это очень здорово. Более того, эти люди могут достигать какие-то вполне меркантильные цели этим самым делом. И вот люди, которые этим достигают меркантильные цели, это как раз пресловутый сисадмин. Человек устанавливает для различных категорий пользователей свой любимый дистрибутив, потому что он в нем хорошо разбирается. И если эти различные категории пользователей находят какие-то ошибки в еще более различных категориях программных продуктов, точнее, пакетов, то вот этот самый админ, как такой центр, на который сходится вся вот эта вот информационная обмен, он и является активным участником. И вот такого у нас в комьюнити и в Сизифе, в смысле рассылки я имею в виду, изрядное количество. Я бы сказал приизряд. То есть наиболее активным участником админ, внедренец, человек, который вынужден сталкиваться с разными программными продуктами и который как раз и хочет, чтобы они были все из одного флакона. Вот это и есть пользователь дистрибутива в целом, а не какого-то конкретного программного продукта. Вот. Соответственно, от этого пользователя требуется действительно только одну активность, но, к счастью нашему, как правило, в точку человека, который пользуется всеми программными продуктами одновременно, попадают люди более-менее грамотные с точки зрения компьютерной. Это не всегда так. Вот. Скажем, когда было школьное внедрение, это породило целую вереницу пользователей, которые у себя в родной школе ставят Linux, не зная даже совсем ничего. Вот, совсем. Просто потому, что им пришел директор и сказал, пожалуйста, удалите все контрафактные программы. Ну, после удаления всех контрафактных программ с компьютера на нем не остается ничего, кроме жесткого диска и туда надо поставить Linux. Вот. Довольно реальная ситуация в 2009 году. У нас в сообществе есть несколько пользователей, которые после этого выучили Linux и занимаются им активно. Вот ровно после этого факт. Удаление всех контрафактных программ с компьютера. Вообще всех. Вот. Да. Ну, в общем, специфика понятна. Значит, как решается проблема... А, как решается проблема координации, я уже говорил, за счет полиси. Да. как решается проблема большого количества исходников за счет работы с Абстримом. Как решается проблема невоноценности компонентов за счет кастомизации дистрибутива. Значит, это тема, которую я не успею сегодня рассказать, расскажу в следующий раз, а именно формирование хранилища и нарезание дистрибутива, но общая идея очень простая. Хранилище это такой большой объем пакетов, дистрибутив это не очень большой объем пакетов, ну, скажем, на девидюк он влезает, не то на сидюк. Подготовка дистрибутива состоит в том, чтобы взять пакеты из хранилища, допилить их сообразно кастомизации сообразно цели дистрибутива, которая вот задана в нашем конструкторе, вот, протестировать на каких-то юзкейсах и в таком виде выкатить. Ну, естественно, там еще нужно предусмотреть установщик, настройщики, ну, и всякую вот такую вот вещь. Понятный дел. Вот. Соответственно, если какой-то компонент в составе хранилища недостаточно надежен, то в результате есть ему какая-то более-менее адекватная замена, то в результате тестирования или просто общего кругозора дистрибутива строителя этот компонент не войдет в состав дистрибутива. Почему я про это упомянул сейчас, а не в следующий раз? Потому что есть некое непонимание, скажем, пользователей Debian. Пользователи Debian, если мне не изменяет память, дистрибутивом называется весь целиком, все целиком хранилище. Да, говорят, дистрибутив, там, скажем, H, а это хранилище целое. Качество и работоспособность программного обеспечения внутри такого вот не то дистрибутива, не то хранилища обеспечивается очень жесткой и многоступенчатой полисе в Debian. И тем не менее, я не раз нарывался на то, что несмотря на хваленую дисциплинированность Debian. Все равно так или иначе вот это свойство, ну понимаете, если AppStream последний раз обновлялся в 2004 году, а другой программы нету, то волей-неволей она будет того качества, которое она была в 2004 году. Ну что ты с этим делаешь? Ну перепишешь ее сначала до конца, что ли? Вот. Такие вот дела. Ну вот, не поговорили мы все-таки про понятие сборочный инженер отдельно, а пользователи тестера отдельно, ну что делать? Я обнаружил, что это не такая уж современная тенденция, потому что в 2006 году я об этом уже упоминал. Вот. Ну ладно, значит тогда придется договорить об этом в следующий раз. Все, просто время у нас закончилось, значит у нас еще висит тема необходимый объем знаний для самостоятельной установки и использования Linux, но я думаю, что у нас еще целый декабрь. Какое число нынче? У нас еще ну не полтора, потому что будет зачетная сессия уже, ну вот месяц точно есть впереди, так что нам хватит на все. так что. Спасибо. Продолжение следует...